Книга Бобы Фетта стала отличным новогодним подарком для всех любителей Звездных Войн. А как насчет другой настоящей классики, прямиком из Японии? Сразу две культовых манги, наконец-то официально выходят на русском. Поэтому самое время сделать еще один подарок для себя или своих близких. Первая из них это ГТО, крутой учитель Анидзука. Каждый, кто смотрел аниме про бывшего главаря байкерской банды, знает знаменитую фразу. Эй, Китти Анидзука, 22 года, холост. Теперь же главный герой берется за ум и принимается искать работу. В голову ему приходит гениальная идея стать школьным учителем. У Эй, Китти нет педагогического образования, но ему таки удается устроиться учителем, однако класс, который отдают на его попечение, сборище отъявленных хулиганов. Вторая культовая манга это Бэк, восточная ударная группа. История про юность, музыку и дружбу. По сюжету манги у 14-летнего Юкио Танаки нет ни хобби, ни талантов. Но все меняется, когда он спасает от хулиганов штопанного пса по кличке Бэк и знакомится с его хозяином, начинающим рок-музыкантом Рюске Минами. Юкио и сам серьезно увлекается музыкой, к тому же оказывается, что он весьма одарен. Первые книги серии уже вышли из печати, а на вторые прямо сейчас открыт предзаказ по специальной цене. Приобрести культовую мангу вы можете в интернет-магазинах 28 и Лабиринт по ссылочке в описании. Прошла еще неделька и Disney Plus подарили нам третий эпизод книги Боба Фетта. Многие изначально не ставили на нее больших надежд, но то, что уже вышло, достойно самых высших похвал. Новый проект максимально каноничен, сыплет тонны отсылок и развивает сюжет в самых удивительных направлениях. Но какой сюрприз приготовил для нас сериал в будущих сериях? Кто из персонажей Мандалорца появится в новой серии с Камео? И вернется ли злой Вуки? Запасайтесь целой горой вкусняшек, потому что в ближайшие пару минут мы разберем свежую серию на мелкие кусочки, а заодно поделимся своими мыслями по поводу продолжения сериала. Кстати, раз уж вышло уже целых три эпизода, то какой из сериалов вам нравится больше? Мандалорец или книга Боба Фетта? Обязательно поделитесь своим любимчиком в комментариях. Ну а мы погнали! Начнем по уже сложившейся традиции со своих эмоций после просмотра. Учитывая то, что речь идет о сериале по Звездным войнам, где вторая же серия была традиционным филером, мы особо не ожидали того, что третий эпизод как-то начнет развивать сюжет. Однако, внезапно ситуация оказалась крайне противоположной, и вместо одного локального приключения на 20 минут в стиле «зашли-вышли туда и обратно» мы получили настоящую сюжетную мозговыносяшку. Например, лично мы в прошлом ролике предсказали сюжетный поворот с покушением на Бобу, но и представить не могли, что это случится уже в следующей серии, а не где-то в послетитровой сцене финального эпизода. Черный Корсантон оказался максимально брутальным и мощным охотником за головами, о чем свидетельствует то, что лишь общими усилиями с ним смог справиться великий Боба Фетт и его пауэр-рейнджеры. Конечно, наш герой был застегнут врасплох, когда купался в бакта-камере, поэтому справедливости ради это не идет ни в какое сравнение с готовым к нападению Бобой в полном обмундировании. Но к злому Вуки мы еще вернемся чуть-чуть попозже, потому что вторым неожиданным приятным моментом стало общее развитие сюжета. В прошлом нас наконец-таки отодвинули дальше от лагеря Тускенов, и теперь понятно, в каком направлении будут развиваться флешбеки. В настоящем же также стало куда более понятно, что ждет сериал. Что касается флешбеков, то тут все пока что четко и логично. Боба Фетт захочет отомстить байкерам за смерть Тускенов, а вдобавок стать единственным защитником караванов синдиката Пайка. И скорее всего до конца сезона тут не будет каких-то волшебных открытий и неожиданных поворотов, поскольку тогда бы они сыграли какую-то роль в сюжете Мандалорца. Для борьбы с байкерами Фетт будет искать команду и таким образом найдет Фенек, которая после спасения станет верным слугой своего спасителя. Правда перед этим Боба скорее всего наведается к шерифу Татуина, Кобу Венсу, у которого как раз таки хранилась броня Бобыча на момент событий Мандалорца. Ну и под занавес. Маловероятно, но все-таки возможно в кадре может появиться наш любименький Дин Джарин, поскольку на момент поиска брони Джанго Фетта он и Боба были на одной планете. А вот сюжет, что развивается в настоящем, может подарить нам целую гору сюрпризов. Первый важный момент – бегство хаттов. С одной стороны, синдикаты всегда уважали законные территории соседних криминальных авторитетов и старались лишний раз не лезть в войнушку. С другой стороны, судя по расстановке сил в сериале, клан Пайков далеко не так могущественен, как кажется. Посудите сами, в прошлой серии Фетт вместе с дикими пустынниками смог разгромить поезд преступников и поставить их на колени. А сейчас сами хатты бегут в страхе от них? Здесь явно что-то нечисто, поэтому мы подходим к другой важной детали. Один из рейнджеров Фетта сказал ему, что узнал Пайков, и отчасти это может быть правдой, но лишь отчасти. По заявлениям сценаристов, в самом финале сезона нас ожидает нечто такое, что заставит фанатов вопить от счастья. Но что именно это может быть? Ответ приходит из самой концепции шоу, которая как раз-таки и начала складываться после третьего эпизода. Книга Бобы Фетта – это сугубо локальная история о дележке преступной власти на Татуине и войне синдикатов. А знаете, где еще во вселенной «Звездных войн» была подобная тематика? В сольнике Хана Сола! Для второй части фильма была заготовлена куча классных идей, не говоря уже о прямых намеках на продолжение в финале фильма. Но сборы поставили несокрушимый крест на планах о продолжении. Поэтому гору годных задумок пришлось выкинуть. Ну или их просто засунули в долгий ящик и решили наконец-таки достать? Финал сольника Хана представил одного из самых колоритных и любимых фанатами персонажей – Тарта Молла. И фишка в том, что нам слабо известно о том, что было после событий сольника с Ситхом и Кирой, которая улетела к нему на Татамир. Даже здесь фильм тесно перекликается с сериалом, где в серии, посвященной преступным синдикатам, случайно прозвучало название одной известной планетки. Таким образом, мы ставим на то, что сюжет книги Боба Фетта плавно подводит нас к тому, что Дарт Молл вернется в Звездные войны. И на этот раз его роль будет больше и интереснее, чем раньше. Да и вообще в ныне выходящей линейке комиксов все идет к тому, что и там главным антагонистом вновь выступит Дарт Молл. С другой стороны, даже если все сведется к банальной войне с синдикатом Пайков, то тут нет ничего такого, поскольку и тут Молл играл активную роль и был втянут в каждую их заварушку. Однако также мы ставим на то, что в сюжет еще вернется Черный Корсантон, которого Боба великодушно отпустил. Громила вроде бы ушел в закат, приофигев от благородства и добродушия своего пленителя. Но в этом, возможно, и кроется тайна его будущего появления. Все дело в том, что для Черного Корсантона есть два пути. Первый – плавно переместиться в сериал об Оби-Ване Кенобе, о чем мы подробно рассказывали в прошлом ролике. Со злодеем мы познакомились, увидели, насколько он может быть сильным, а значит, можно ставить его на равных против мастер-джедая. И вариант второй – остаться в книге Боба Фетта и появиться на последней ее странице. Черный Корсантон – наемник, но как и Дин Джарин, он может плевать на кодексы прямые правила и заиметь личный должок к Бобе. Вполне вероятно, что злой Вуки появится ближе к финалу сериала и спасет Фетта в знак того, что теперь он отдал ему долг. Из приятных пасхалок можно отметить сразу несколько важных и просто интересных деталей. Так, например, стоит отвесить низкий поклон сценаристам за первые ниточки связки с Мандалорцем. Когда в прошлом Боба попадает на Татуин, он видит, как на колья вешают те самые шлемы штурмовиков, которые мы видели еще в первом трейлере Мандалорца. За банальной отсылкой к другому сериалу кроется одна большая деталь. За то время, что Фетт провел в пасти Сарлока и после тусил с Тускенами, империя пала, штурмовики уже не находятся у власти. А судя по другим персонажам в кадре, похоже на то, что войска сопротивления постепенно освобождают Татуин. Это наконец-то проливает свет на то время, что Боба провел до встречи с Дином Джарином и Грогу. Причем тут же, буквально в паре секунд от шлемов штурмовиков, можно заметить одного очень знакомого персонажа из Мандалорца. На заднем плане вместе со своими дроидами расхаживает механик Пейли Мотто, которая в свое время чинила лезвие бритвы для Дина Джарина. Также в кадре наконец-то появился ранец Бобы Фетта, которым он почему-то до сих пор забывал регулярно пользоваться. Ну и конечно мы просто не могли пройти мимо внезапного появления великого мачете Денни Трехо. Звезда боевиков известен во всем мире и его засвет в сериале для нас стал приятной неожиданностью. Вполне возможно, что дрессировщик Ранкара останется больше, чем на один эпизод. А значит в копилке крутых и запоминающихся героев Звездных Войн появится еще один персонаж. К слову, в разговоре с Феттом герой Трехо упомянул ведьм с Датамира. И это весьма интересное упоминание. Эта удивительная планета еще ни разу не дебютировала в фильмах и сериалах. И играла роль лишь в анимационных проектах. Да и в игре Павший Орден. И как раз таки недавно в сети появились слухи о том, что возможно уже в конце этого года или начале следующего выйдет вторая часть Павшего Ордена. Поэтому мимолетное упоминание легендарных ведьм может лишь подготавливать почву для этого крупного события. Ну а вообще Датамир и его загадочные ведьмы, которые скорее всего являются сестрами ночи, давным-давно ждут не дождутся появления в кино и ТВ-проектах. Поскольку это место просто пропитано силой. Да еще и выглядит атмосферно. Ну и последней любопытной пасхалкой мы бы отметили сразу две отсылочки на известных всем дроидов. Буквально с разницей в секунду в кадре сначала появляется неуклюжий дроид, похожий на C-3PO, а потом на R2-D2. Конечно, это не наша знаменитая пасхалочка, но сразу понятно, куда именно клонили сценаристы. Правда, стоит отметить еще один забавный факт. Будем надеяться, что сценаристы не совершили глупую ошибку и не забыли свой собственный канон. Дело в том, что не в легендах, а именно в канонах Звездных Войн есть много информации о ранкорах и ведьмах с Датамира, что могли оседлать опасных зверей. Только вот сделали они это с помощью силы. А Боба Фетт вроде как не обладает способностями джедаев или ситхов. Скорее всего, сценаристы все-таки ложанули и нам просто покажут, как Фетт учится держать спинку и приручает своего дракона без какой-то там магии. Но если что, не удивляйтесь внезапному просветлению наемника, который вдруг научился двигать предметы. В конце-то концов новую трилогию никто не отменял. А в девятом эпизоде нам задвигали идеи о том, что все мы чувствительны к силе, просто кто-то больше, а кто-то меньше. Книга Боба Фетта продолжает удивлять своей непохожестью на привычные нам Звездные Войны. Давненько мы не видели истории из далекой-далекой галактики, где не были бы замешаны светлые или темные стороны силы. Ну или на крайняк сама Империя. И именно этим новый сериал так сильно отличается от всех других проектов по Звездным Войнам. До финала осталось не так уж и много, а значит самое время запастись терпением, ведь дальше будет только круче. Тем более, когда речь идет о самом Дарте Молле. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова